В минувшую субботу в Обнинске на территории известного историка архитектурного памятника дачи Морозовой прошел пленэр, в котором приняли участие 12 художников из Обнинска, Боровска и Нарафоминска. Созданные в этот день работы, написанные в жанрах пейзажа, натюрморта и интерьера оценивали посетители усадьбы. Кто из художников оказался лучшим по итогам голосования, расскажет Екатерина Замахина. Старинная усадьба, утопающая в зелени. В дождливую погоду она еще прекраснее, говорят художники. Правда, вода, попавшая на работы, самих мастеров не всегда расставляла нужные акценты. С утра участников городского пленэра здесь было больше, к обеду остались лишь самые стойкие. Кто-то спрятался под деревом, другие переключили свое внимание на интерьер здания в стиле модерн. В итоге на суд гостей были представлены 15 работ, большинство из которых выполнены маслом. Такого масштабного пленэра не было. У нас сегодня художники работали, хотя их немного. Из Обнинска, из Малой Рославцы, Анатолий Жвобович из Боровска, из Нарафоминска художница была. И трое приехали художников у нас из Протвино. Всем так понравилось это место, такой замечательный особняк. И все остались довольны. Пока гости дачи голосовали за лучшую работу, по территории усадьбы проводились экскурсии. Построенный в конце 19 века архитектором Лопатиным, этот дом был любимым местом для летнего проживания Виктора Обнинского. А позже – уютной дачей для известной меценатки Маргариты Морозовой. Его посещали известные художники Валентин Серов и Василий Поленов, поэт Андрей Белый. А в годы Великой Отечественной войны здесь размещался командный пункт, командующего Западным фронтом, и собирался военный совет. Бессонные ночи за картами и схемами здесь проводил Георгий Константинович Жуков. Образ дома, признанного памятником архитектуры, теперь останется и на этих картинах. Каждый из авторов увидел его красоту по-своему. По результатам голосования посетителей усадьбы первого места был удостоен художник Федор Помилов. Второе разделили Алексей Никитенков и Николай Смолин, а третье присуждено Юрию Шерову. В начале августа в Музее истории Обнинска откроется выставка работ, созданных в коде субботнего пленера. Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ.